я всех приветствую сегодня решил посмотреть игрушку turbo overkill единственное что брал я не по фулл прайсу и загрузил демо ролик там какие-то типа игры для олдов что-то такое вот эта игрушка мне заинтересовало зашел на страницу с ним посмотреть сколько стоит смотрю демка есть думаю закачаю к себе демку потому что сейчас во первых но в связи с этой ситуации всей с нашим государством другими государствами стало сложно брать приходится изгаляться там либо через мтс банк либо через сторонние ресурса это комиссия плюс еще сами игры подорожали так нехило если раньше вот игрушки эти скупал там пачками не раздумывая там хорошие нет уже так по ходу дела проверял то сейчас вот так скрупулезно смотришь игру там оцениваешь там то-то-то обзорчик смотрелся есть демочка демочка установил немножечко я уже поиграл сейчас по ходу действия буду рассказывать свое мнение может быть она даже изменится но пока что скорее отрицательное отношение объясню немножечко вот то что я видела и то что я получил разница вот именно игровой опыт и визуальная картиночка которая была так промотаю мне во первых не особо понравилась вот визуальная сторона во многих современных играх подобная картинка есть понятно что человеческий глаз воспринимает довольно таки ограниченный спектр цветов и сложно придумать что-то прям такое экстраординарное но все равно как-то хочется чего-то чего-то необычного а вот подобный визуал он чем меня убили подобный визуал немножко под достал кстати когда я первый раз играл такого не было бардака ладно где-то вообще лайфбар а вот все вижу так кстати вон там какие-то ящики отчета а вот еще что-то пропустил это плата еще одну найти где ты и не знаю что будет так резать не работает кстати можно не перезаряжаться мне кажется вот там какой-то секретик должен быть но я терпеть не могу весь этот паркур вот эти прыжки не хочу даже пробовать визуально тоже ничего особенного я не сказал бы что как-то прям все банально но и новизны не чувствую если честно мне вот это рисовка не особо нравится я в прошлый раз когда стрелял чё так выдалось мне я поэтому их попытался всех уничтожить а может быть я нажал может нажимать надо было не надо было уничтожать но уничтожил так уничтожил так вот это можно подпрыгнуть с него может быть вот там что то есть нет недостаточно не просто на распрыжка чтобы в воздухе уничтожать выражен не ничего больше нет так что здесь у нас мигает а сюда а 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 Странно, что-то я упор его не убил. Так, еще одна где-то оплата есть, но, видимо, или пропустил уже, или не судьба. Угу, тут разбиваются штуки. Но она мне ничего особо не дала. Так. А, наверх уже. Наверх. Это, по-моему, выход, а вот здесь... Во, да? Это после... А, это броня. Не, ну вот то, что окружение можно изменять, это на самом деле здорово. КД разрушаемость такая. Ага, странно, почему-то ближайшие взрываются, а те, которые подальше, нет. А, тут с другого угла надо, не засчитывается. Ну, ладно. Не думаю, что там что-то будет интересное. Так, здесь просто хилочка. И, кстати, что меня в прошлый раз смутило, я случайно нажал ее exit, и вышел на титульный экран. Я думаю, вообще, что один уровень, и все ознакомительный. А только потом уже заметил, что тут можно продолжить. Тут, кстати, одна из фишек игры, вот даже вот циркулярная пила там крутится, это то, что герою можно на ноги навешать еще на одну, потом на другую бензопилы, и в конечном итоге даже на передние конечности их можно прилепить и тупо бензопилами крошить врагов. Так, что тут у нас? Двойной дробовик получился или что? Ой-ой-ой. На R нажимаешь, оружие меняется. Это, конечно, непривычно. Единственное, что меня радует, я когда начал играть, я думаю, ну сейчас вот это, наверное, паркур, прыжки вот эти, которые меня просто бесят. Вот, ну на самом деле... Ничего такого не надо. Так, шут, пилу можно поставить, да? Я не вижу даже, есть у меня какие-то очки, что там можно или нет. Кстати. Ой, слушайте, тут есть эта альтернативная атака. Так, а вот 0, да? Ну 0, так 0. Так, вот этих, мне кажется, лучше из пистолета, наверное. Да, и, кстати, они до меня не доставали. И денежка посыпалась. Здоровье полное. Да, только я заикнулся про то, что прыжков нет. Да, вот тебе куча прыжков теперь. Странно, то что в упор не засчитывается попадание, но я имею в виду в полном объеме там. А, вот, кстати. Вон. Какая-то приблуда. Кстати, интересно. Вот две я на том уровне собрал, но тут, наверное, все обновилось. У меня заново все это собирать. Не знаю, да, прыгнули или нет, да, да, прыгнули. Да, один из трех. Вот что хорошо, то, что ведет он себя довольно-таки вольготно, когда прыгает и ощущается легким, воздушным. А то бывают игры, где куча платформ. Надо прыгать, бегать, скакать, вот. А персонаж твой как говно себя чувствует. Здесь, слава богу. Не так, так. А, туда я не могу. А если в голову? Да, в голову. В голову с первого раза. Значит, надо прямее стрелять. Вон еще крутится. Какой-то черт. Вот тут бочка-б не помешала, реально. Мой, ой, 8, 8, 8 хп всего. Срочно. А вот она бочка. Когда она уже маффика не нужна. Здесь тоже бочка. Жму перезарядку по привычке. А, это просто кусок штукатурки для девшин. О, нормально, нормально. Так, мне бы куда-нибудь прыгнуть бы. Так, чтобы они меня не доставали. А, о, все шикарно. Акапашение пикселей. Не знаю, я... Ну, смысл подходить. Что... А сколько она стоит? Да, в 2 500. Ну, не накапило еще столько. А они сами открывают двери могут, нет? Нет, слишком тупые. Могут только рядом стоять. Ох, ты ж, черт. Так, ключи. Привет, как говорится, думу. Да. Вот, блин. Фух. Хоть назад можно вернуться. А тут как раз у меня куча хилок. Еще на один заход даже хватит. М-м-м. но опять я короче 2 соберу из трех и все вот это как-то было не очень удачно что мне это вылезло но взять тем более что они тут недалеко ну ладно полтос нормально хотя мне казалось что показалось монетки в пропасть улетели обидно эту аптечку пока приберегу теперь можно нехило он сколько 56 процентов сразу снял за раз а вода убивает нет нашел еще один секрет до другой оказывается 2 их видами ну в принципе насчет аптечек и патронов тут нет дефицита что безусловно радует так вот мне подсказывает что можно чё тут на себя навесить яд я до сих пор не вижу это какую-то там комбинацию цифр и сколько у меня вот этих всех приблуд ничего не понимаю так ну ради одного куда мне сюда значит сюда да прыгнуть сначала так наверх надо не попаду я вот стой платформы а но хоть немножко их то кольц нет от бочки так отлично аптечки на синий ключ все так вот аптечка денежки не пособирал музыку здесь еще хвалили я соответственно уменьшил чтобы она не забивала мой голос маловато уже маловато да поаккуратнее так там наверх так вот здесь же аптечка была моя возьму я надо было не брать дождать кто жнал когда аптечку берешь вот такая фигня по вылазить надо ли мне вообще сюда еще какой-то ключ странно из некоторых выпадают денежки из некоторых нет с чем это связано допустим вот эти вот ребята развалились и ничего после себя не оставили а из того пирога им фонтан денег валился так во типа босса который потом не будет боссом я так понимаю вот таким макаром он меня прижучит он 12 хп а нет все равно без аптечки конечно тут сейчас наваляют мне а я теперь кучу здесь наверное будет благоразумнее ступить назад вот этих бегунков сначала завалить так у меня еще и патроны кончились только я сказал что пару минут назад что здесь с аптечками и патронами проблем нет пока не резко начались вот не помешало бы бомба рядом с ними бочка вот это взрывающиеся было бы вообще отлично 12 хп как-то мне вообще это не нравится по идее там можно и не трогать уже все они развалины нет надо там глянуть мне здесь точно ничего не осталось это капли воды я думал что это какая-то хрень вылезла так а нужно ли мне сюда или куда мне нет сюда мне не нужно а это и вообще это начальная локация самое самое начало так да по идее вот туда как раз синяя дверь было написано фу слава это очень актуально а вот я же говорил они дальше будут рядовыми а зачем к нему лезть вот так постою подожду копеечка блин как уже 15 процентов взрывной волной что ли как-то мне там торкого не тоже не вариант хорошо хоть автосейвы есть хотят уходить я пару раз получив не хочу лезть туда хотя бы большую часть вот так загасить из-за угла о о о Как-то все это Веребит и сливается Поэтому хрен Понимаешь, что происходит Все, выход, надеюсь Да 99% собрал Пропустил два секрета Таких, два, таких То есть две какие-то кассеты Два чипа Ладно, буду заканчивать Короче, такая вот игра Покупать, скорее всего, я его не буду Потому что у меня, во-первых, еще два непройденных проекта Которые я месяц назад приобретал Плюс еще книг нечитанных куча И времени на игру, которая не особо зацепила Вряд ли найду В связи с работой, с хобби Вот со всеми своими делами Не вижу смысла покупать ее Просто тупо 700 рублей там с лишним коту под хвост отдать Чтобы, возможно, когда-то я в нее порубился Стоило бы она рублей сто В принципе, можно было взять в коллекцию Заморочиться А так нет Ну, а вы решаете сами Демка есть Устанавливайте, пробуйте Потому что лучше самому поиграть Я же говорю, что То, что я видел Вот у обзорщика И то, что я получил по итогу Немножко разные впечатления Потому что опыт разный И надо же чувствовать персонажа Как он себя ведет А когда ты лежишь на расслабоне Смотришь чужой летсплей Это вообще абсолютно другое Такие вот дела Ладно, все Спасибо за просмотр Всем удачи Пока-пока